Владимир Владимирович эти 21 год ее не решал? Не решал. После 21 года обещаний, всерьез воспринимать новое обещание, ну, согласитесь, как-то странно. Каждое министерство получает задачу, решить конкретную задачу. Пожалуйста, распишите протокол, у вас есть в структуре главные специалисты по всем направлениям. Не справился, извините, служебное несоответствие, нахрен. Дальше, реструктуризация госаппарата. У нас там, где государство нужно, оно не делает ничего, там, где оно не нужно, оно делает все. А дальше, изменение структур социальных благ, потому что рядовой чиновник не получает ничего, он может только облизываться. И при этом должны быть железобетонные социальные гарантии. Дальше, сокращение аппарата. Посмотреть, где должны быть люди, чтобы государство выполняло свои функции. При этом еще режим цифровизации. Это правильный режим. Называется электронная система принятия решений. Чиновник должен иметь обязанности, и эти обязанности должен выполнять. А если заботиться о финансовых спекулянтах, да какое может быть прощение кредитов? Вы новая нефть. Вас нужно переработать и сжечь. Стратегия есть. Она продиктована сверху ее хозяевами, глобальными финансовыми спекулянтами. Это стратегия минимизации денег, которые идут в реальный сектор, в том числе населения. Я хочу вас немножко увести с темы кредитов и финансирования. Вот у нас национальные проекты, озвученные уже сколько там, два года назад. Если Дед Путин про них, по-моему, ничего не сказал. Да, про них тоже ничего не было вообще. Меня что интересует, регулярно просматривая информационные источники, встречается информация. Национальный проект такой-то, например, экология, или демография, или здравоохранение. Выделено столько-то денег, десятки, сотни миллиардов. За текущий год израсходовано должно быть уже, например, 80%, а реально израсходовано 45%. Даже те деньги, которые выделяются, они их почему-то не способны освоить. Хотя, казалось бы, освоить деньги с точки зрения вообще простого человека, это вообще ругательство само по себе. Чиновники сидят там, деньги только наши осваивают. Система, даже если в нее денег вкинуть, она настолько неэффективна. Вот если бы вам сейчас в теории передать бразды правления, как заставить чиновников деньги превращать во что-то осязаемое в конечный результат? Если они там картинками мыслят, их надо всех люстрировать? Люстрировать на практике. Каждое министерство получает задачу решить конкретную задачу, локальную. Ну, скажем, министерство здравозахоронения должно получить задачу разработать стандарты лечения, протоколы лечения, а не протоколы выписки лекарств. У нас же сейчас как? Услышали слово модное на западе? Протоколы медицинские. Вот эти медицинские протоколы – это описание того, какое количество таблеток у вас надо впихнуть. К каким результатам это впихивание таблеток должно привести? По какому алгоритму это впихивание таблеток должно осуществляться? Например, дается жаропонижающее. Температура упала, оно больше не дается, пока она опять не подскочит. А у нас не так. У нас написано, что на вас должно израсходоваться такое-то количество жаропонижающего. Это не важно, у вас температура при этом растет или падает. Это ваша трудность. Вы должны получить. Огромное количество людей погибло от азиатромицина сейчас. Почему? Это лекарство категорически неприемлемо для сердечников. Огромное количество людей. И никого это не волнует. Потому что не прописано, так сказать, ограничение в протоколе. Огромное количество людей погибло от антибиотиков сейчас при лечении коронавируса. Почему? Потому что для профилактики, как бы что ни вышло, нужно дать ему антибиотики в лошадиных дозах. Эти антибиотики выжигают желудочно-кишечный тракт, пожилой человек от этого уже не отправляется. Было ли у него корона, не было ли у него корона, пожалуйста, в ящик. Да что далеко ходить? Вот конкретно мой пример. У меня диагноз аутоиммунный тиреодит – это проблема щитовидной железы. У меня, когда я первый раз сдал анализ, у меня антитела были 446 единиц при норме до 30, а в идеале 0. А у меня было 446. Вот месяц назад мы сходили, сдали анализы. Благодаря лечению у меня стало полтора. Было 446, стало полтора. Падение… Антитела к чему? Антитела к щитовидной железе. То есть мой иммунитет долбит по щитовидной железе. Мы болезнь купировали, я в ремиссии, у меня вообще супер. По официальным протоколам в обычной поликлинике мне просто прописали гормоны, которые бы просто усугубляли проблему, и никогда бы уже я не смог жить нормальной жизнью. Я бы на этих гормонах до самого смертного адра и сидел. Просто на этих гормонах. Это было бы не очень долго вам сидеть. Вот. Дальше, дальше. Я говорю, ребят, просто распишите протокол. Пожалуйста, распишите протокол. У вас есть в структуре главные специалисты по всем направлениям. Срок расписывания протоколов – 2 месяца. Потому что для этого нужно открыть учебник клинический и переписать то, что написано в учебнике, нормативным языком. Все. Вся работа. На самом деле для студентов – практикант. Замечательно. Через 2 месяца подводим итог. И сразу видно, кто способен выполнять простую работу, а кто не способен. Это называется первичная очистка. Знаете, как я остался в 1997 году в администрации президента, когда главой администрации президента стал люто ненавидим. В 1996. Люто, ну как, критично ко мне относившийся господин Чубайс. Я просто один из сотен людей смог объяснить, что я делаю и зачем я это делаю. И какое место моя работа имеет в общей картине. Да. Мне сказали, ну, родной, ты больше не пиши антигосударственных статей. Ну вот вы даете поручение. Чиновники, кто-то справился, кто-то не справился. Не справился, извините, служебное несоответствие. На хрен. Да. С умеренным социальным пособием, потому что все-таки человек. Дальше вторая вещь. На ваш взгляд, умеренное социальное пособие это как? Две зарплаты. Имеется в виду оклад? Оклад. И об этом оповестись заранее, что, ребята, извольте работать. Дальше. Реструктуризация госаппарата. У нас там, где государство нужно, оно не делает ничего. Там, где оно не нужно, оно делает все. Это уже работа посложнее. Это нужно уже профессиональных управленцев привлекать. Но это занятие на полгода. Реструктуризация. А дальше изменение структур социальных благ, потому что рядовой чиновник не получает ничего. Он может только облизываться. Зарплата должна быть умеренной. Но при этом она не должна быть так, что зарплата там 10%, премия 90%. Это извращение. Премия должна быть премией. И при этом должны быть железобетонные социальные гарантии. То есть, если я досидел до пенсии, то у меня и пенсия советская, и, как и сейчас, и социальные гарантии серьезные. Дальше. Реструктуризация. То есть, когда замотивировать людей оставаться на многослужбе нижних. Дальше сокращение аппарата. Это вещь болезненная, дорогостоящая. Сокращение не для того, чтобы 10% убрать, или 15 или 5, круглую цифру. А посмотреть, где должны быть люди, чтобы государство выполняло свои функции. При этом еще режим цифровизации. Это правильный режим. Называется электронная система принятия решений. Это вы же практически говорите о плановой экономике. Владимир Владимирович строго сказал, что нам нужна исключительно свободная рыночная конкурентная экономика. Вот все, что я сказал, полностью соответствует и плановой, и либертариатской рыночной экономике. Про планы я вообще не издал ни звука. Это про то, что чиновник должен иметь обязанности, и эти обязанности должен выполнять. Эти обязанности должны быть неформальны, что я обязан полтора килограмма бумаги переложить с левого стола на правый. С левой части стола на правую часть стола. Нет. Должны быть содержательные обязанности. Я должен не допустить возникновения такой-то проблемы. Все. И эти содержательные задачи, они не просто не выполняются, они игнорируются на уровне должностных инструкций. Потому что, понимаете, вот майские указы, мы с вами глумимся, они же выполнены. С бюрократической точки зрения, что значит выполнить указ? Это значит дать поручение правительству в его исполнении. Поручение дал, трава не расти. Все. Типа я свою часть работы сделал. Я свою работу сделал. Я написал, президент сказал, выдать пособие. Я написал, выдать пособие. Поручаю выдать пособие. Выдали их, не выдали. Создали рабочие места, не создали рабочие места. Кого это вообще интересно? То есть, условно говоря, ремонт в квартире или строительство дома. Я нанял бригаду, я им деньги заплатил. Считайте, дом уже построен. Или ремонт сделан. А дать трава не расти. Ну надо же, какие у нас плохие строители. Я им денег дал, а они их пробили. Вот так. Ровно так. Михаил Геннадьевич, говоря о эффективности системы. Вот газификацию Путин затронул в своем послании. Он сказал, что простые люди не должны платить за подключение к трубе. Газификация должна осуществляться за счет нашего национального благосостояния, Газпрома и региональных операторов. Вообще, это насколько реалистичный план? Это абсолютно реалистичный план. Все это государственное предприятие. Им учредитель, государство дает команду подключать бесплатно. Дальше они говорят, а у нас на это нет ни копейки денег. Мы можем подключать в год полтора инвалидов. Отлично, он говорит, проводим аудит вашей успешности, вашей деятельности. Только не аудит отдельно подключения в Ростовской области, отдельно подключения в Пензенской области, а отдельно экспорт газа, а по всей конторе в целом. Если у вас по конторе в целом есть прибыль, эта прибыль должна пойти на решение содержательных задач. Потому что вы, как инфраструктурное монополие, существуете не ради своих сверхприбылей и прибылей, не ради роста котировок, которые у вас завалились несколько раз, а вы существуете ради решения содержательных общественных задач. Но простите, пожалуйста, это же проблема. Она у нас появилась даже не в 2000 году. И как? Владимир Владимирович эти 21 год ее не решал? Не решал. Сейчас он про нее вспомнил. Ну, конечно, замечательно. Ну, может быть, он ее решит. Вдруг. А может быть, опять все уйдет, как майские указы. Понимаете, после 21 года обещаний, всерьез воспринимать новое обещание, ну, смотрите, как-то странно. Как это в известном анекдоте? Только бледнолицый брат может трижды наступить на дни и те же грабли. Да? А у нас сколько? 21 год. Нет, газификация – это вещь очень хорошая. Меня другое удивило. Владимир Владимирович Путин, знаете, что он сотворил в этом послании? Он не похвастался снижением бедности. У нас же вся официальная пропаганда, уже, так сказать, как раз перед посланием, в качестве разогрева, стала вообще исходить елеем. Боже, как хорошо. У нас там на 300 тысяч человек сократилось количество бедных. Ну, во-первых, не бедных, а нищих. Во-вторых, не сократилось, а умерло. И так далее. Но Путин об этом не сказал ни слова. Может, то есть, понимаете, у меня такое ощущение, что цикл подготовки этих бумаг настолько абсурдно усложнен, что официальная пропаганда прокукарекала, а ему это в бумажки положить не успели за неделю. Хорошо, Михаил Игоревич, я как раз намеревался обсудить те вопросы, которые должны были прозвучать, но не прозвучали. Многие предсказывали, что будет озвучена какая-то позиция по ЛДНР и украинскому вопросу, вот эта вся военная ситуация нагнеталась. Почему тишина? Товарищ Байден еще не сообщил товарищу Путину, что он будет делать с Украиной. Но как можно реагировать на то, что еще неизвестно? А мысль о том, что нужно действовать самому, что во вселенной есть интересы России, а не только действия господина Байдена, на которые нужно ситуативно реагировать, это в мозги этих людей, судя по всему, не помещается. При этом Байден же дал намек на отказ от конфронтации. Ему нужно сейчас развернуть на Украине в дополнение к 15 центрам бактериологической войны, которые вызывают опасения у Китая, но не у этих людей, которые нами правят. Нужно развернуть три военных города, колоссальных военных базы, для того, чтобы обеспечить резню на Донбассе в военном отношении. На это нужно где-то полгода. Поскольку люди не способны представить себе, что они могут что-то сделать самостоятельно, они будут съесть и ждать, пока эти военные базы будут развернуты? Ну да, а что говорить-то? У этих людей главная задача какая? Что борезня началась после выборов. Все. Это отвратительно даже просто звучит. Ну а как? А как? Понимаете? Вот я, например, очень хорошо помню, как Владимир Владимирович сказал фразу, которая мне тогда резонос. Сказал, знаете, а мы вот поставим женщин, я не помню дословно, смысл был такой, поставим женщин и детей, причем не за танками, а перед танками, и посмотрим, кто посмеет им что-нибудь сделать. Семь лет этих женщин и детей, которые стоят перед нашими танками, убивают. И был интересный пассаж по Пуду Беларуси, что Запад готовил госпереворот, и такие плохие угрожают и Мадуро, и прошлому украинскому президенту Януковичу, и, значит, за Лукашенко теперь взялись. И вот какие они нехорошие все организаторы убийств. Многие даже предположили, что это такой путинский ответ на обвинение Байдена, что Путин это убийца. И вот Путин говорит, да вы сами организуете убийство иностранных лидеров, это не я убийца, это вы такие плохие. Знаете, ну как бы сказать помягче. Это вот этот вот беспомощный писк МИДа. Вы плохие, давайте жить дружно. Ну просто это беспомощный писк. Да, американцы осуществляют государственные перевороты по всему миру. Для кого это является новостью, кроме самих американцев? Не для кого. Все знают это. Признак повышения эффективности. А Россия где осуществила у кого какой переворот в мире? Нигде, никогда, ни у кого. Эти люди превратили Россию в коврик, о котором все, кому не лень, вытирают ноги семь лет. И на седьмой год до них дошло, и они выразили свое неудовольствие этим. Это мне, знаете, напоминает один рассказик Шендеровича, когда он еще занимался не матрасами, а литературой. Он написал идеальный рассказ по советскому интеллигенту. Пошел он по улице, поскользнулся, упал в лужу. А вокруг ходили злые, бессердечные люди, они его втоптали ногами в эту лужу. А потом пришла какая-то сердобольная женщина, подняла его из этой лужи, приспособила в качестве коврика у входной двери. И все люди, которые входили и выходили в дом этой женщины, они вытирали об него ноги. А потом он стал грязный, потому что об него вытирали ноги. Она его постирала и повесила сушиться. А он простудился и умер. Вот эти люди превратили Россию в такого коврика, который все вытирают ноги. И вместо того, чтобы сделать так, чтобы больше никто не смел вытирать ноги, они пищат по этому поводу что-то несусветное. Кто может поверить, что Российская Федерация сейчас будет делать что-то реальное по внешней политике? Ой, у нас выслали 18 дипломатов, а мы вышли 20. Потрясающий ответ. Потрясающий. И обезумевший от хамства чех там что-то хамит, министра странных дел, и все только руками разводят. Ну, как же так нехорошо? Блин, ну, что за бредятель? Это что? Это государство? Россия – великое государство. Слушайте, это уже не государство, с которым себя так ведут. С помойкой так себя не ведут. Если вы придете к какому-нибудь хозяину мусорного полигона в Подмосковье и будете так вести себя так, как ведут сейчас с Россией, вы на этом мусорном полигоне останетесь. Даже если это не бандит, а вполне себе уважаемый бизнесмен. Что-то пищат про суверенитет? У меня такое ощущение, что Евгений Федоров уже у нас завелся. Михаил Игоревич, еще одна вещь, которая должна была прозвучать в послании, но не прозвучала, это кредиты для малого и среднего бизнеса. Мы знаем, что 1 апреля истек истек мораторий на различные выплаты. Сейчас со всех сторон на мелкий и средний бизнес накинутся. Путин тоже никакого внимания им не уделил, никакой поддержки от государства не ожидается. Что ждет в этом плане? Малый и средний бизнес ждут две вещи. Сначала разорение, а потом тюрьма. Ну, естественно, тюрьма не всем. Потому что по нашим правилам, если вы банкротите свое предприятие по нашей практике правоприменения, то это может быть истолковано как мошенничество, и в отношении вас может быть возбуждено уголовное дело. Это практика правоприменения. Не тотальная, не тотальная. Но такое есть. При этом многие предприятия малого и среднего бизнеса, они поверили официальной пропаганде и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей самозанятых, чтобы налогов платить поменьше. А там есть нюанс, что индивидуальные предприятия самозанятые, в отличие от ООО, отвечают по долгам, по обязательствам предприятий всем своим имуществом. То есть, если у вас есть квартира и машина, то вы отвечаете квартирой и машиной. А ваши обязательства могут возникнуть, например, за сбой компьютерной программы налоговой. Например, из-за того, что вам что-нибудь пообещали, но не сделали. То есть, вы можете оказаться, думаете, что вы закроете свой бизнес и все, а на самом деле вы можете остаться без имущества, которое у вас еще есть по каким-то недоразумениям. А если вы в процессе ухудшения экономической ситуации свою квартиру, например, переписали на жену, которая к вашему ИП отношения не имеет, то в этом есть признаки мошенничества. Уже по-честному, кроме шуток. Вот это уже без всякого злоупотребления. Просто говорю, что у вас есть то, чем вы отвечаете по своим обязательствам. Это ваше личное имущество. Вы попытались от этого имущества избавиться, его вывести из-под, грубо говоря, сферы ваших обязательств. Это может быть признано мошенничеством. А поскольку адвокат, да денег на хорошего адвоката у вас, скорее всего, не будет, раз вы банкротитесь, то, в общем, вы попали. Ну, когда можете попасть. Можете и не попасть. Может вам повезти. Но кто вам сказал, что Владимир Владимирович Путин заботится о малом и среднем бизнесе? Аналогичная история... По сиротах он, может быть, позаботится. Аналогичная история не с бизнесом, а с так называемыми физическими лицами, простыми гражданами. Многие ожидали, что хоть какие-то намеки на кредитную амнистию за те долги, которые люди понабрали, пока они сидели без работы в ковидный период, это тоже не было озвучено никаким боком. Люди, которые служат финансовым спекулянтом, они служат кому? Одна из категорий финансовых спекулянтов это банки. Если я служу банку, как я могу говорить о кредитной амнистии? Вы о чем? Какая кредитная амнистия? Ну, например, за бюджетный счет погасить долги, а бюджет это все равно народные деньги. Они эти деньги передадут банкам. Во-первых, бюджет это не народные деньги. Это Маргарит Тэтчер думала, Маргарит Тэтчер формулирует, что у государства нет денег, кроме денег налогоплательщиков. Госпожа Матвиенко ее поправила, что деньги государевые. Что народ не имеет к деньгам государства никакого отношения. Извините. Второе. Понимаете, вопрос в целеполагании, вопрос о ком заботиться. Если заботиться о людях, то, конечно, кредитная амнистия необходима. Не всем, а только тем, кто по-честному не может расплатиться. Она должна сочетаться с пожизненным запретом на взятие любых кредитов. По крайней мере, пока не вернет то, что ему было прощено. Окей, хорошо. Но это если о людях заботиться. Но если бы Владимир Владимирович Путин заботился о людях, он, наверное, бы обеспечивал исполнение своих майских указов. Если бы Владимир Владимирович Путин заботился о людях, он, наверное, допустим, он сам не читал Конституцию, но Исенбаева читала. Спросите у Исенбаевой, не знаю, как ее по имени и отчеству, что там написано. Она бы сказала, главное право человека, право на жизнь. Значит, нужно гарантировать реально неэффективный прожиточный меню, если заботятся о людях. А если заботятся о финансовых спекулянтах, да какое может быть прощение кредитов? Вы новая нефть. Вас нужно переработать и сжечь. О чем речь? То же самое. Прогрессивная шкала налогообложения. Вы в одном из наших эфиров, когда я спросил, может быть, Путин будет внедрять прогрессивную шкалу налогообложения, вы сказали, он уже это сделал. Кому-то 13%, кому-то 15% на этом все. Я тогда не поверил. Я подумал, что, ну, наверное, Михаил Делягин немножечко это так жестит. Наверное, сейчас Путин выйдет и что-нибудь там как-нибудь, немножечко там что-нибудь будет. Все-таки нужны какие-то подачки. И полгода до выборов сейчас, ну, что-то должно быть. Нет, ничего этого тоже не было сделано. Так хуже. Путин же извинялся. Вот понимаете, Путин извинялся перед людьми, у которых доходы больше 5 миллионов в год, что он с них там взял эти жалкие 2%, как он детям, на помощь детям. У тебя 16 триллионов рублей валяется в федеральном бюджете. Ты что? Какие 2%? Какие дети? Ты о чем? Михаил Геннадьевич, вот вопрос. Вот эти, ну, условно назовем их подачки, которые Путин мог сделать, но он их не сделал. Это о чем говорит? О том, что они в августе все будут высыпаны? Или они не собираются даже этого делать? Ну, чтобы люди поверили, что народ в самом деле проголосовал за единую Россию. Павел, Павел, вот я вам привожу пример, как работает эта система. За неделю до послания президента официальная пропаганда жестко зафиксировала нашу выдающуюся победу, мы сократили бедность. Путин этим не похвастался. Это что означает? Это значит, что на внесение одного изменения в текст послания уходит больше недели. Вот так работают эти люди. Вообще, о чем сейчас говорить? Вы исходите из совершенно, на мой взгляд, неадекватной презумпции адекватности вменяемости государства. Ну, поверьте. Ну, я не могу сказать, что я со всеми общаюсь, но там мозга нет. Там условно рефлекс. То есть это хаос, в котором глупо искать стратегию? Нет, стратегии есть, но стратегия не порождена изнутри управляющей системы. Она продиктована сверху ее хозяевами, глобальными финансовыми спекулянтами. Это стратегия минимизации денег, которые идут в реальный сектор, в том числе населения. Вот вам подачки дали, радуйтесь. Вам дали подачки. Владимир Владимирович Путин позаботился о народе. Кто сказал, что Путин не позаботился о народе, ему все это ядра сня будет сейчас листами цитировать это послание. И, между прочим, правильно цитировать. Он о народе позаботился. галочка поставлена. Галочка поставлена. Поручение... Пять тысяч рублей классным руководителям, десять тысяч на детей. Десять тысяч рублей. И никакого реального там создания рабочих мест, никакой кредитной амнистии, отмены пенсионной реформы, никакой борьбы с коррупцией. Кстати, о борьбе с коррупцией не сказал ни слова. Ни слова. Зачем? Он же не Навальный в конце концов. Управляющий класс нужно сплачивать перед выборами. Перед выборами нельзя заниматься подрывом основного государственного строя. Совершенно правильно. Молодец. Все уже случилось. Забудь. Забудь. Какая кредитная амнистия? Даже Гартунг «Справедливая Россия», мой однопартиец, так ему чуть плохо не стало, когда его спросили по кредитной амнистии, а как же банки? Это как? А как же банки? Продолжение следует...